Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ге. Мы сегодня мы играем на роде НРП Центральный Округ. Мне здесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить мой ник при эстрации. Если уйти мой ник и прохватил третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Также не забывайте вводить мой промокод, он будет в описании, за него вы получите на шестом уровне 100 тысяч. Но сегодня у нас будет не простое видео, пацаны, а интересное. Первая новость за то, что у меня светил дом. Ну я обратно виноват, я думал, что подписчик будет его оплачивать, но к сожалению у него сломался блок питания и он не мог зайти в игру оплатить дом. А я вообще не заходил играть, поэтому дом светил, мне вернулось там немножко денег за него, госцена. Но сегодня, пацаны, суть не в этом, а суть в том, что я буду сегодня играть с помощью джойстика, я его купил где-то час назад за 250 рублей, чисто по приколу, пацаны. Но оказывается, что он работает. Если что, он бэушный, это не новый как бы джойстик, я думаю, вы это понимаете. Да, через него не очень удобно играть, потому что, ну, здесь мало кнопок, которые можно забиндить, но в целом, в принципе, очень даже неплохо. Давайте я его включу, в принципе, вот. Я его включил, лампочка загорелась, в принципе, и мы сможем вот просто так играть. Я думаю, вам будет видно, вот, я через джойстик играю, клавиатуру я не трогаю. Это реально очень круто, давайте вот сейчас сядем дальше в машину, ее арендуем и поедем на ней куда-то покатаемся. Так, я забиндил клавиши, это, по-моему, садится в машину, как раз. И также есть кнопка там, так, арендовать, да, я не помню, как арендовать. Я, походу, не забиндил, но, в принципе, можем это сделать мышкой. Все, я арендовал машину, завести тоже я не забиндил, но, в принципе, ладно. Так, на букву N, все, я забиндил, давайте тачку я еще закрою, чтобы у нас ее не украли. Так, теперь попробуем поехать. Вот, я настроил, и вот так вот мы просто можем передвигаться. Как бы это очень прикольно. Честно, я еще не привык, я буквально, ну, где-то 5 минут поиграл и решил записать об этом видео. Как бы, я сейчас только привыкаю к джойстику, но играть через джойстик, это очень прикольно, как бы, ну, ездить реально очень удобно. За счет того, что, ну, просто вот клавишу я зажал, забиндил. Вот этой клопкой я, как бы, управляю машиной. И можно еще камеру, как бы, менять. Вот, камеру я поменяю, в принципе, можно от первого лица ездить. Можно вот такую вот камеру включить. Это реально, пацаны, очень угодно. Да, пацаны, это так чисто, знаете, побаловаться, на серьезке играть через джойстик, мне кажется, будет даже очень сложно. Поэтому, чисто я до фана это купил. Возможно, буду стимы делать, где я буду там через джойстик играть. Возможно, можно будет записать видео, как я буду рейс катать на фуле через джойстик. Пацаны, у кого есть идеи, какое можно видео записать с джойстиком, то пишите, в принципе, об этом в комментариях. Ну, прикольно то, что можно, типа, камеру там менять туда-сюда. Это очень даже удобно. Управление машиной очень удобное, прям, ну, реально годно. Вот управлять машиной, ну, как бы, очень легко. Вот я тормоз еще забиндил, вот задний ход. Вот у нас задний ход. Это у нас камеру менять, просто вверх-вниз. В принципе, вот так вот поднимать, опускать. Ну, довольно-таки прикольно, реально, пацаны. Мне, если честно, нравится, как бы, ну. Я просто никогда через джойстик не играл, и, как бы, это мой первый опыт. Видите, короче, мой дом, вот этот чувак, походу, словил. Теперь он здесь живет, и мне нужно будет забрать машину из дома. Как бы, вот это мой бывший дом, если что, кто не знает. Давайте даже камеру изменим. Вот это, короче, мой бывший домик, который у меня слетел. Но, к сожалению, как бы, я сам в этом виноват, потому что я не заходил, не оплачивал. И надеялся на то, что подписчик, как бы, все сделает за меня. Но не тут-то было, потому что подписчика сломался в комп. Машина реально очень по кайфу ездит. На машине прям по кайфу. Я считаю, что джойстик именно сделан для того, чтобы, там, в гонки играть. В стрелялке на джойстике играть, мне кажется, очень сложно, прям, ну, нереально. А вот на машинке там поездить, самый кайф, в принципе, я считаю. У кого не было джойстика, типа, кто не играл через джойстик, советую вам попробовать, как бы, ну. Это все очень дешево, как бы. Я за 250 рублей купил бушный джойстик. Стартекс фирма, я не знаю, это хорошая фирма или нет. Я просто пришел, компу подключил, переключился на джойстик, и все, как бы, это все на стройках делается. Какие-то поиграть. Но в КРМП, как бы, джойстик работает. Это меня очень радует, потому что я его купил ради того, чтобы пробовать в КРМП поиграть. И все-таки он работает. Давайте я вот в настройки зайду, допустим. И здесь, короче, можно, вот, управление. Управление джойстиком. Вот, вы можете на клавиатуру переключиться и мышку. Можете на джойстик. Здесь есть управление, в принципе, здесь вы можете персонажа настраивать вашего, вот, клавиши настраивать. Я это, в принципе, сделал. И здесь вы можете также сделать управление транспортом. Как бы, все это легко и просто. И вот есть ещё, как бы, такая тема, как настройки джойстика. Но я именно вот этим не могу пользоваться. Я даже не понимаю, что здесь нужно делать. Как бы, ну, левый стик. Но левый стик, скорее всего, это вот это, типа, вот стики вот эти. Вот правые стики, в принципе. Я это всё понимаю, но для чего они нужны, я не понимаю, типа, именно в этих настройках. Ну что ж, пацаны, вот такое получилось видео. Поиграл через джойстик. Возможно, ещё какое-то видео запишу. Пишите свои идеи в комментариях. Видео получилось недлинное, потому что особо показывать нечего. Как бы работает, работает. Это самое главное. Возможно, еще запишу какое-то видео с дойстиком. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok